Всем доброго времени суток, с вами Лисон Роуз, мы вернулись в клуб романтики, в голливудскую историю. Вы очень давно ждали, нам нужно было вначале закончить тенис энд фора, потому что переключаться с истории на историю, с события на события очень тяжело. Поэтому я приняла решение, что, наверное, стоит все-таки заканчивать по сезону и плавненько-плавненько проходить, друзья. У нас сегодня бонус серии, плюс мы начнем сегодня второй сезон. Не знаю, сколько серий, одну или две, я просто не знаю, сколько бонусная серия займет времени. В зависимости от этого и будем с вами отталкиваться. Бонус серии. Чем закончится романтическое путешествие, если довериться технологиям? Мне прям очень интересно, давайте узнаем. Наконец-то, кстати, клуб романтики перестал лагать и по полчаса загружать серии, потому что это было адски тяжело записывать тенис энд фора. И особенно, когда только вышло обновление, все так долго грузилось, что это просто в киево рота не лезло. Ну, поехали. Что за бонусная история? Когда влюблена в романтика? В предыдущей главе вы подрались с Кристи. О, это я помню. Она упала и сильно поранилась. Вас арестовали. Ну, выпустили под залог. Дело еще не закрыто. Однако сейчас вы на свободе. И друг пригласил в небольшое путешествие. Чтобы помочь вам развеяться. Вас ждет приключение. С кем? Ну, как с кем? С Майклом, конечно. С Майком, точнее. Почему Майклом? О, шар. Где мы? Ой, мы с собой взяли пса. Серьезно? Ладно. Там, где люди умеют летать. Хм. Ну, не сами, конечно. При помощи вот таких воздушных шаров. Ничего себе. Мы с тобой полетим. А может, пса не будем с собой брать? Я боюсь, у него инфаркт случится наверху. Ага. Вы полетите на воздушном шаре. Как отреагировать? Прыгнуть Майку на шею и расцеловать. Майк, ты чудо. Вы прыгнули парню на шею. И покрыли его лицо поцелуями. Рад, что тебе понравилось. Ну, еще бы. Ни разу не каталась. И, наверное, никогда на этот шар бы я бы не села. Знаете, спасибо, конечно. Нет, очень страшно. Понравилось? Да я просто в восторге. Вы снова обняли его. Пойдем же скорее. Взглянем на этот город с небес. И пёся. Улыбка не сходит с вашего лица. Когда вы с Лаки забираетесь в корзину. Майкл разжигает горелку. Вспыхивает огонь, наполняя шар воздухом. Обычно это делают специальные люди, чтобы вы не натворили делов. Но да ладно. Майк? Что? Разве с нами не будет кого-то еще? А кто тебе нужен? Ну, специалист? Во! Я думаю... Иногда мне кажется, что Эмма то ли притворяется тупенькой, то ли она действительно умная. Я просто не могу, понимаешь, не могу сообразить. Потому что иногда она правильные вещи говорит. Как же специалист? Умеющий управлять шаром. Этим займусь я. Эмм... А ты когда-нибудь вообще это делал? Конечно! Фух, ну слава богу. Ну тогда и вообще-то что переживать-то, конечно. Я прошел инструктаж. Окей. Шар быстро набрал высоту. Мир стал похож на игрушечный. Майкл, давай сфоткаемся, давай сфоткаемся. Я выложу в инстаграм. Все друзья обзавидуются. Хм... Скоро твоя страничка наполнится. Множеством удивительных фотографий. Обещаю. Ты перестань, ты как романтично. Вы доставите телефон и делаете селфи. О, лакерей грустили. Что такое, малыш? Тебе страшно? Я бы реально никогда сэпса на такую штуку не взяла, если он запаникует и спрыгнет вниз. Ну типа, как я могу это сконтролировать? Знаете, это как-то стрёмно. Я его успокою. А ты можешь пока порулить. Инструктаж здесь кто? Ты прошел или я? Что происходит? Но я не умею. Это просто я покажу. Хорошо, я готова. Майкл подводит вас к горелке. Смотри, это измерительный клапан. Он контролирует подачу газа. Чтобы оставаться на одной высоте, тебе нужно постепенно его открывать. Окей, попробую. Вы быстро приноровились и стали управлять шаром не хуже Майка. Да ты прирожденный пилот. Ты еще многое обо мне не знаешь. Порыв ветра сильно качнул шар вправо. И вы чуть не потеряли равновесие. Шампанское разлетелось и бокалы разбились, наверное. Ой, Лаки! Не грусти! Все хорошо, малыш. Ты уверен? Стропы как-то неприятно скрипят. Так и должно быть. Но взгляд парня выражает озабоченность. А ветер еще сильнее качает вашу корзину. Милый, Майк пытается сладить с управлением. Но у него не выходит. Шар начинает быстро спускаться. Майк, кажется, мы падаем. О-оу. И Майк такой. Ну что поделаешь как бы? Падение ускоряется. Земля все ближе. Обнять парня! Вы прижались к Майку, наверное, всем телом. И зажмурили глаза. Эмма. Пожалуйста, держись за поручень. Мне стручно. Я понимаю. Но мне надо сбросить груз. Меня? Лаки, подержи хозяйку. Пес всем телом прижался к дну воздушного шара. Но, услышав ваше имя, нехотя приподнял голову. И подполз к вам по-пластунски. О-о-о, малыш. Майк набросил все, сбросил все, что было можно. Но шар продолжает падать. Кажется, в куполе дыра. А парашют здесь есть. Мы можем катапультироваться. Прости, нет. Правильно, нафига парашют, когда взлетаешь высоко в воздухе. Зачем? Кому он нужен? Только идиоты пользуются парашютами. Это туристический шар. Он для этого не приспособлен. Да, малыш, кажется, ты прав. Мы упадем. А, нет. Я не готова умирать. Шар тряхнуло так, что вы все трое повалились на пол. Ты хотя бы знаешь, что под нами? Куда мы падаем? Кажется, деревья. Не так страшно. И скалы. Отлично. Следующий миг. Горелка потухла. И ваше падение ускорилось. Вы стремительно несетесь прямиком на острые скалы. Но у самой земли шар застревает в ветвях дерева. Офигенно просто. Вот и покатались. Мэмма, ты как? Скажи. Тот, у кого ты проходил инструктаж, умеет управлять воздушным шаром? По-моему, не очень смешно. Прости, что так вышло. Да ничего, мы почти умерли. Но все равно все в порядке, что ты. Тебе удалось меня удивить? О, действительно. Я пойду осмотрюсь. Жди меня здесь. Мы с Лаки пойдем с тобой. Я не хочу оставаться здесь одна. Дё. Ты его сейчас обидела. Прости, дружок. Но мы все равно пойдем с тобой, Майк. Хорошо уговорила. Как-то тут никого не приходится долго уговорить в этой игре. Вот что мне очень нравится. Вы идете по лесу. Впереди уже виднеется просвет. Как вдруг вы натыкаетесь на коробку? Коробка с купальником. Случайно. Ого, что это? Мой тебе подарок. Видимо, вылетел во время падения. А-а-а, понятно. Красиво. Внутри лежат купальник и накидка. Я хочу это надеть. Хорошо, я подожду. Прямо в лесу, почему бы и нет? Нет, иди. Вон уже океан. Я догоню. Майк с Лаки выходят на берег. Вы переодеваетесь. Вау, какие красивые купальники и накидки. Купальник Хаки. Купальник Хаки. Красиво, а как? А вот это пресса. Я прям завидую. Облачившись в купальник, вы бодро направились к океану. И через несколько минут оказались на берегу. Вау. Майка нигде не видно. Зато Лаки резвится в воде. Пойду и я помочу ножки. Лаки рад такой компании. Он бежит вдоль берега весело лая. А вы за ним. Как хорошо. Ну, думаю, нам надо вернуться. О, ведь расстроила пса, как так можно было. Нужно помочь Майку. А в смысле помочь. Мы с тобой еще поиграем. И взяв непослушного пса за ошейник, вы возвращаетесь. Но тут замечаете пещеру. Она может стать нам хорошим укрытием. Каким укрытием? Мы в лесу или на пляже на необитаемом острове? Вы тоже ничего не понимаете? Вы нашли... Так, отправить собаку внутрь. Следовать самостоятельно пойдем. Я только одним глазком. Вы залезайте внутрь. Да, уж так себе убежище. Может, ну его? Вам показалось, что впереди что-то есть. Пройду еще немного. Вы аккуратно продвигаетесь вперед. Сначала умещаетесь в полный рост. Но вскоре своды пещер начинают опускаться. И вы переходите на четвереньки. И нас это абсолютно никак не останавливает. Потому что, ну, почему бы и нет. Не самое подходящее место. Но, пожалуй, полезу внутрь. Да, Эмма? Для романтической ночевки. А зачем нам здесь ночевать? Я просто не понимаю реально, почему. Мы что? Мы наверняка летаем там, где недалеко есть люди. Мы же не на круизе. Нас выкинуло на остров. Полезу-ка я назад. Вы разворачиваетесь. Из-за тесноты ваших движений неловки. Левая стопа цепляется за что-то. И застревает между двух камней. Этого еще не хватало. Вы пытаетесь вытащить ногу. Но камни только сильнее давят на лодыжку. Попробую руками. Вы группируетесь. Тянетесь руками к ноге. И аккуратно раздвигаете каменные тиски. Поднимается пыль. Общи! Сверху осыпается несколько камней. Надо выбираться. Пыль снова попадает в нос. Из потолка падают камни побольше. А за ними большой валун. Он встает прямо перед вами. Загораживая выход. Вас завалило в пещере. Что же делать? Мы, наверное, валун подвинуть не сможем. Что-то мне... Подсказывает. Но я пойду искать другой выход. Я очень надеюсь, что это не тупик. Иначе... Я даже думать об этом не хочу. Вы осматривайтесь. Кажется, там пещера расширяется. Вы начинаете ползти. Будто бы там свет. Или свечение. Вы подползаете ближе. Перед вами узкий лаз. Кхм-кхм. А за ним еще один отсек. Вы... Выдохнув, вы ныряете в лаз. Воздуха мало. Со всех сторон камни. Но постепенно дышать становится легче. Проход расширяется. И вам открывается целая каменная комната. У-у-у! Ого! Так светло. Из пещеры нет выхода. Кроме того, через который вы зашли. Нет ни одной дырочки. Через которую мог бы проникнуть луч. Но как же здесь все-таки светло? О! Все дело в драгоценных камнях. Ими устланы стены пещеры. Интересно, что заставляет камни светиться? Только это не камни, а кристаллы, Эмма. Чем дольше вы на них смотрите, тем сильнее вас поражает этот удивительный блеск. Хм-м. Они так и манят. Не надо их трогать. Ты же не знаешь? А вдруг камни радиоактивны? Или покрыты ядом? Вы отошли от стен. И сели в центре пещеры. Но чем дольше вы смотрите на камни, тем больше они вас завораживают. Вот если бы сделать из них украшение, например, колье, от него будет глаз не отвести? И вы решаете отколупать себя по... Нет! В детстве, когда мне было страшно, я повторяла один стишок. И страх уходил. Я думаю, это была моя личная медитация. Вы напрягли память. Как там было? Шел я лесом, вижу мост. Под мостом овечка мокнет. Взял овечку я за хвост. Положил ее на мост. Пусть овечка сохнет. Отлично! Просто отличный стих. Запомнили? Записали? Запоминайте. Потом как-нибудь у вас спрошу. Типа, помните стих? Вы должны будете мне сразу написать, будет в комментах. Так. Зевнули. И мы зевнули и так по кругу. Шел я лесом, вижу мост. На мосту овечка сохнет. Взял овечку я на мост. Положил ее под мост. Пусть овечка мокнет. Вы зевнули еще раз. И продолжили. Вскоре вы начали клевать носом. И уснули. Малыш, как ты сюда пробрался? Так же, как и я. А? Вы окончательно проснулись. Лаки помог тебя отыскать. Оу. Да, нам пришлось попотеть. Откапывая вход в пещеру. И пока нас не завалило снова, давай-ка выбираться отсюда. Вы не стали спорить. И поспешили покинуть пещеру. Ну, наконец-то. Я думала, мы тут так и останемся. Когда вы оказались на улице, уже высоко стояла луна. И горел большой костер. Я волновался о тебе. А ты заботливый. Смотрю, костер даже успел сделать. Я все еще не понимаю, где мы, но да ладно. Главное, что здесь красиво, правильно? Не задаем лишних вопросов. Парень берет вас за руку и подводит к воде. Легкие волны набегают на берег. И они тоже светятся. Смотри, планктон. О, про это я знаю. Про этот планктон, который... Вода как будто, знаете, вся переливается. Такая очень крутой планктон. Он сияет в это время года. Господи, как прекрасно. Давай поплещемся в воде. Как в детстве. Вы выбегая, забегаете в волны, зачерпываете ладонями воду и обливаете Майкла с ног до головы. Говорит, господи, у меня девушка больная на всю голову. Ой, берегись. Вы со всей дуры ударяете по воде руками. Брызги летят в разные стороны. Ах так? Он тоже заходит в воду по пояс. Отводит руку в сторону. Резко направляет ее на вас, создавая волду. Вы слегка захлебнулись. А он подошел и поцеловал вас в губы. Потом крепко прижал к себе и прошептал. Давай сделаем это прямо в воде. Вот эта рисовка. Да это романтическая рисовка, когда они делают. Я просто каждый раз створу не могу. Майк, сними уже свою рваную одежду. Ну, в тот раз-то мы ему отказали, сейчас-то уже можно. Вы без ума от Майка. Я хочу, чтобы ты прикоснулся ко мне всем телом. Все для тебя, красотка. Он раздевается и оставляет одежду на берегу. Так он же уже промок. Можно прямо в воде было оставить, я думаю. Ты посмотри, что это вот эта вот такая красота какая. Иди ко мне. Его взгляд пронзает вас насквозь. Вы не в силах сопротивляться. Движетесь навстречу парню. Он тоже делает шаг к вам. Это самая романтичная ночь в моей жизни. Вселенная за нас. И звезды. И ветер. И океан. Да вы закончите уже эту болтовню-то. Последнее слово он вырывает из ваших губ. Своими губами. Вы проникаете к нему всем телом. Милая моя. И вот это опять бровь такая, знаешь. Так. Давай, что мы будем делать? Зайдем поглубже или ляжем на песок? Потом песок из трусов вытаскивать прям. Или из других причинных мест. Ну давайте на песок, ладно. В воде не хочу. Я хочу видеть тебя. И чувствовать набегающие волны. Майкл молча берет вас за руки. И выносит на берег. Берет за руки и выносит на берег на руках, что ли? Не на руки. Он же за руки мне взял. Вытянул меня на берег. Что? Ничего не поняла. Ладно. Он бережно укладывает вас на песок. Простите, я порчу сцену кекса. Я не виновата. И накрывает сверху своим телом. Его руки нежены и селены. Господи, я как будто бульварное чтиво читаю. Его губы покрывают поцелуями все ваше тело. Вы чувствуете, как сердце наполняется любовью. И благодарностью ко всему вокруг. Вы закрываете глаза. А он стягивает с вас остатки одежды. Вместе вы погружаетесь в мир блаженства. А когда приходит пора вернуться, он отодвигается и заглядывает вам в глаза. Все, что ли? Тебе было хорошо? Не знаю, Майк. Что-то как-то быстро. Ну ладно. Наверное, хорошо было. Очень. Пойдем к костру. Да. Медленно взявшись за руки, вы подходите к огню. А я-то думала, там прям вжух будет. А там, ну, так вот, да. Парень раздувает огонь. Садится на песок. А вы ложитесь головой к нему на колени. Лаки пристраивается у ваших ног. Так вы и сидите у огня. То засыпая, то просыпаясь. Эксклюзивная прическа добавлена в гардероб. Еее. Ваши спутники не отходят от вас ни на минуту. А на утро приплыли спасатели. И вы вернулись в Голливуд. Вот так вот. Слушайте, 20 минут заняла эта история. Неплохо. Слушайте, может, кекс был такой. Такой оси, потому что это дополнительная серия. Даже не знаю. Это стоит так много алмазиков, чтобы что? Чтобы ничего. Я прям что-то немножечко разочарована. Хотя, какой рейтинг вообще в этой игры? 16+, 13+, но явно не 18+. Ну что ж, поехали. Первая серия второго сезона. Кристи строит костни, а капитан Джефф делает предложение. Какой же интерес. Кстати, капитан Джефф невероятно горячий мужчина. Похорош на Джерарда Баттлера, поэтому горячий мужчина. Но мы же выбрали майка. Хотя все может измениться в любую секунду. Так что, кто знает? Кто знает, куда нас заведет наша романтическая история? Ну, поехали. В круговороте событий. После романтического приключения вы с майком сблизились. И много времени проводите вместе. Но не так много, как на съемочной площадке. Стоило получить роль Мии, и на личную жизнь совсем не осталось времени. А, кстати, нам же прическу какую-то эксклюзивную дали. Я хотела ее посмотреть. Что за прическа? Новый сезон, новая прическа. Причем, надо поменять что-нибудь. Чтобы не было так скучно. Что там у тебя за особенная классная прическа? О, нишиша себе. Ты посмотри, что это прям такое. Так. Хм. Как-то больше надеть-то и нечего. Ну, ладно. Платье, рубашка и оставим цветные волосы. Ну, просто потому, что они нам достались. Вот майка обалдеет. Вы вздохнули и продолжили собираться на работу. Раздался звонок в дверь. Ку-кусь. Нам же еще джина объясняться, да? Точно. Ой, неловко. Забыла. Я что-то совсем немножечко, ребятки, про это подзабыла. Шкаф заказывали? Эм. Я не понимаю, о чем вы. Парень взглянул на какую-то бумажку. Тут написано. Уголок для хранения украшений и прочих мелочей. А. После недолгого ступора вас, наконец, осенило. Ах, да. Это для моей статуэтки. Мне ее подарили за съемки в фильме. Курьер как-то странно на вас посмотрел. Он такой, да мне вообще пофигу. Так вы актриса? А, ему не пофигу. Так это же приятно. Как же я сразу не узнал? О, нет. Я не так знаменита. Это всего лишь подарок директора студии. Но я подумала, ему нужно особое место. Понимаю. Давайте я помогу вам его установить. Сколько это будет стоить? Курьер взглянул вам прямо в глаза. Для вас? Бесплатно. Боже, я не знаю. Она шоферомонами обшикалась какими-то. Что абсолютно все просто хотят нам помогать. И начал распаковывать коробку. Вау, какие шкафы. Но, к сожалению, у меня только на обычном. У меня алмазы заканчиваются. Это просто кошмар. Парень в два счета устанавливает шкаф. Готово. Поставьте в него что-нибудь. Вы достаете подарок Альберта. И водружаете его на самое видное место. Она такая маленькая. Уверен, вы получите еще много наград. Надеюсь. Иначе этот шкаф будет выглядеть довольно глупо. Ну, в него можно посуду класть. И вещи там всякие. Вы на секунду представили, как ваша единственная награда пылится в огромном шкафу средь хлама. Спасибо. Думаю, тебе пора. Да-да, уже иду. Удачи вам. Завоюйте этого, как его, золотого Адама. После этих слов вы захлопнули перед парнем дверь. Посуду, говорит, класть. Рядом с моей первой статуэткой. Ну и дурак. Аф. Все это время пес молчаливо наблюдал за происходящим. Вот увидишь. Я забью этот шкаф лучшими киношными наградами. А теперь пойдем. Иначе Дэвид забьет меня рупором. Вы торопитесь на студию. Ведь сегодня просмотр отснятых сцен. Работа над городом грез подходит к концу. Я же там еще и пою. Надеюсь, попала в ноты. Вся в предвкушении вы отправляетесь на тот питчерс. Мы помним, что мы Тарина-то немножечко как бы подравились ему, да? Мы там вытворили номер. Спели, станцевали. У входа вы посмотрели на часы. О, лахи, мы ужасно опаздываем. Вот Эмма реально безответственный человек. Сказала бы, оставь шкаф. Мой парень. У тебя же парень есть. Он бы тебе собрал шкаф, а ты бы не опоздала тогда. Давай купим Дэвиду кофе. Глядишь, он будет добрее. Только бы вспомнить, какой он пьет. Ты думаешь, я помню, какой кофе пьет Дэвид? Может, он любит сладкий раф? Сладкий раф давай. Я не знаю, ни понятия не имею. Надеюсь, угадала. Со стаканом кофе в руках вы бежите на просмотр. Не думаешь, что он пьет эспресс? Вы буквально влетаете в кинозал. Не спеши, все равно опоздала. Что это у тебя? Кофе для режиссера. Надеюсь, смягчит его гнев. Ну, не знаю, поможет ли. Сейчас увидим. Ой-ой, к вам идет Дэвид, и он недоволен. Мы все только тебя ждем. Простите, я взяла вам кофе. С извиняющейся улыбкой вы протягиваете режиссеру стакан. Мужчина делает глоток, и на его лице появляется легкая улыбка. Хм, сладкий раф. Е-е-е, я угадала. Ты угадала, Эмма? Я так и знала, что он не пьет. Он пьет что-нибудь такое сладенькое, ванильное. Я прям знала. Это мой любимый. Отлично. Значит, я прощена? Дэвид задержал на вас серьезный взгляд. Но через секунду он смягчился. Последний раз. Мужчина с наслаждением отхлебывает еще. И отдает оператору команду начинать показ. Пойдем, наши места рядом с режиссером. Типа Ла-Ла-Лэнд, что ли, на минималках? Вы садитесь, лаки пристраиваются у ваших ног. В зале гаснет свет. Фильм захватывает. Вы смотрите, не отрываясь. Когда вы впервые появляетесь на экране, Дэвид наклоняется и говорит. Эмма. Да? Я хочу извиниться, я был неправ. Когда назвал тебя посредственностью. Ты хорошая актриса. Ну, перестань и продолжай. И я хочу посоветовать тебя одному режиссеру. Он сделал небольшую паузу и продолжил. Скажи, как ты относишься к постельным сынам? Хм. Как это, Рума, не нужны? Нужно быть очень раскрепощенной, чтобы играть секс в кино. А ты смогла бы? Ваши щеки покрылись румянцем. Не знаю, наверное. Чтобы скрыть смущение, вы повернулись к экрану. Но через несколько минут Дэвид снова заговорил. Дело в том, что режиссер, о котором я говорю, Энтони Вуд. У вас ёкнуло сердце. Вуд? Вы серьёзно? Ну да, мы с ним лучшие друзья. Божечка, он такой классный. И фильмы делает просто от нас. Дэвид выглядит слегка уизблённым. Ооо, обидело его. Но у него бывают промахи. Вы ревнуете? Не имею такой привычки. Дэвид отвернулся к экрану. И вас захлестнули мысли о новых возможностях. Сниматься у Вуда? Да я об этом даже не мечтала. Если Тарина замолвит за меня словечко, вы тронули его за рукав. Дэвид, я готова на всё ради съёмок у Вуда. Сыграть постельную сцену? Да это же интересно. Отлично. Давайте честно подумаем, сколько крутых актрис снималось в постельных сценах. Да почти все. Потому что это тяжело, это стрессово, это через это нужно пройти. Вы видели, как они восхитительно выглядят в этих сценах? Я считаю, что смущение это то, что в первую очередь нужно перебороть актрисе. Потому что тебе всё равно придётся рано или поза с кем-то целоваться. Кто тебе может не нравиться из актёров. Так что я считаю, это абсолютно нормально. Я поговорю с Энтони на днях. И Тарина вновь увлёкся просмотром фильма. А вы задумались о своей карьере. Город грёз получился очень ярким и красивым. А ваше пение придало ему особую пикантность. И судя по реакции съёмочной группы, вы все довольны результатом. Еее. Наш первый кинч. Когда фильм закончился и включили свет, Тарина взял слово. Друзья, мы проделали большую работу. Отсняли тонну хорошего материала. Две. Не буду спорить с оператором. В конце концов снимал он. В коридоре послышался какой-то шум. Я благодарен всем вам. И сообщаю... Шум в коридоре усилился. Мы отправляем фильм на постпродакшн. Присутствующие зааплодировали. Ура! Наша первая завершённая работа. И в этот момент в помещение входят... Кто? Господи, да чтоб меня, ё-моё. Добрый день. Нам нужна Эмма. И зачем же, позвольте спросить? Она не явилась на судебное слушание. Боже, Эмма, какая же ты безответственная. Я обязана её арестовать. Ещё его не понимаю. Тебе знакома девушка по имени Кристи? Ну да. Она подала на тебя в суд за избиение. На тебя и твою собаку. Как отметить полицейским? Насмешливо. В таком случае вы должны арестовать стеллаж. Ведь именно он нанёс Кристи увечья. Полицейские переглянулись. Что за бред ты несёшь? Всё нормально, Дэн. Возможно, девушка не в себе. Полегче. Блин, чё происходит-то? Я даже не получала повесток. Вам было отправлено целых пять. Но я не... Вы вспомнили последние несколько недель и запнулись. Возможно, я просто не проверяла почтовый ящик? У меня было столько работы. Незнание закона не освобождает от ответственности. Блин, ну вот ты чё это как будто... И что делать в этой ситуации? Ну и что мне теперь? Действительно, не взяла я, не проверяла. Я тоже проверяю, знаете, только в начале месяца, когда приходят платишки за квартиру. Я туда вообще не смотрю. Так или иначе, но вы поедете с нами. И вашу собаку мы тоже заберём. Ну, пса-то не трожь. Полицейский наклоняется к Лакке. Вы преграждаете ему путь. Из силы отталкиваете. Ты подняла руку на полицейского? Знаешь, что за это бывает? Мне плевать, не тронь Лакке. Не хочешь по-хорошему? Тогда будет по-плохому. Он с силой выворачивает вашу руку. Ай. О, нет, сейчас как Лаки вцепятся тебе в бубенцы, друг. Пёс заступается за вас. И кусает полицейского за ногу. Ах ты дрянь. Он бьёт Лаки пистолетом по морде? Пёс отступает, не прекращая рычать. А мужчина что-то достает из кармана. И быстрым движением надевает на собаку намордник. Полицейский берёт Лаки за ошейник. И бесцеремонно тащит его к выходу. Эмма, тебе тоже пора. Но не заставляй меня надевать на тебя наручники. Вы уже сделали шаг вперёд, но Дэвид мягко вас остановил. О, началось! Эмма никуда не пойдёт. Убирайтесь отсюда. Лучше отойди. У меня ордер и право применить силу. Дэвид, не надо. Скажите, капитан. А куда вы меня ведёте? Для начала в участок. Дальше всё будет зависеть от тебя. Что это значит? Лишь то, что ты сильно... Проштрафилась. И больше тебе не удастся выйти сухой из воды. Пока вы разговариваете, Лаки пытается снять намордник. Помощник Джеффа еле-еле его удерживает. Видишь, полицейский этот крутой, агрессивный, не может удержать... Прям целого корги удержать не может. Вот это, конечно, да. Шеф, пойдёмте уже. Пока этот пёс не вырвался. Да, мы и так задержались. Ну чего ты стоишь? Давай на выход. Дэвид ещё раз попытался спорить с Джеффом, но тот даже не обратил внимания. Капитан бесцеремонно взял вас под руку и вывел из киностудии. Ой, так и должно было быть. На улице вас с Лаки сразу же разлучили. Пса увезли в неизвестном направлении. А вас в кабинет капитана Джеффа. Блин, надо было спросить, куда везут пса. Я думала, его со мной привезут. Капитан презрительно посмотрел на вас. А я был прав. Когда говорили, что такие, как ты, долго на свободе не ходят. Это недоразумение. Разве? А, по-моему, всё закономерно. И он положил перед вами бумаги. Он мне перестал нравиться. Хам! Что это? Заключение суда. По нему ты обвиняешься в нападении на коллегу и содержании опасного зверя. Я хочу адвоката. Твой поезд ушёл. Суд вынес решение. Тебя ждут исправительные работы и штраф и проверка психического здоровья. Это уже слишком. Джефф явно упивается вашей беззащитностью. Но это ещё не всё. Я могу поднять твоё дело о наркотиках. И тогда суд может изменить своё решение. Но не в твою пользу. Тут вам действительно стало страшно. Слушайте, я правда не виновата. И я не могу сидеть в тюрьме. У меня съёмки, возможно, у самого Энтони Вуда. Вы попытались разжалобить капитана, но он оставался холоден и неприступен. И я бы мог тебе помочь. Взамен на маленькую услугу. Вы посмотрели Джеффу в глаза. А потом прыснули от смеха. Видели бы вы сейчас своё лицо. Джефф не ожидал такой реакции. Что смешного? Вы такую драмат... Вы так драматично просите взятку. Да не взятку он просит. Я думаю, что он нас куда-нибудь внедрит, знаешь? Куда-нибудь нас внедрит в какую-нибудь организацию, и чтобы мы там что-нибудь наделали? Вам надо в кино играть. И вы снова хихикнули. Ты не поняла. Я говорю о другом. Я расследую одно дело. В нём замешаны киношники. Нужно последить кое за кем на тот пикчерс. Я могу вам помочь. Что нужно делать? Джефф слегка удивлён вашей сговорчивости. Будь внимательной. И рассказывай мне о своих коллегах. То есть шпионить. Мне больше нравится слово сплетничать. Вы обещаете мне свободу? Да? Если ты сделаешь всё, как я скажу. Вы чувствуете себя предательницей. Но на кону поставлено слишком многое. Ваша карьера и свобода. Вообще-то он не говорил, что тебя сажают в тюрьму, Эмма. Он просто на меня сейчас надавил тем, что у нас ещё дело по поводу наркотиков есть. А на самом деле он не может на меня давить, потому что там уже всё вынесли. Исправительные работы, и штраф, и психолог. Причём тут лишение свободы. Теперь я могу уйти? Да, я провожу тебя. Джефф умеет давить на психику, да? В коридоре помощник Джеффа о чём-то оживлённо рассказывает коллегам. Вы слышите обрывок разговора. Если бы не намордник, он бы меня сожрал. Речь идёт о Лаке. Вот урод. Полицейский продолжает. Ну и злобная скотина. Вы не можете стоять в стороне. И слушать, как про вашего друга говорят гадости. Эй! Полицейский не обернулся. Я к тебе обращаюсь. Вы подошли ближе. Какой породы была собака? О, вот сейчас мы все покекаем. Да не знаю я, какая-то дворняжка. Велишкорги. Что? Порода собаки Велишкорги. А вы откуда знаете? Потому что это мой пёс. Больше нет. Скоро его вообще усыпят. Вы состроили самую презрительную гримасу. На которую только способны. Усыпить надо тебя. Всё равно никакой пользы. Только лаять умеешь. Ты ответишь за эти слова. Что, побежи жаловаться начальнику? Мужчина аж побагровел от злости. Ах ты дрянь. Сзади послышались шаги. Что тут происходит? Она хамит. А он говорит, что лаки усыпят. И что? В смысле, что? Я люблю эту собаку. Какая жалость. Но вы обещали помочь. Тебе, а не твоей шавке. К тому же она больше тебе не принадлежит. Отвезите меня к лаки. Это ничего не даст. У меня нет власти над службой, забравшей её. Пожалуйста. Просто отвезите меня туда. Нет. Расплакаться и умолять. На самом деле, можно и не тратить здесь алмазы. Можно просто так... Я думаю, что мы в любом случае туда доедем. Понимаете? Ну, пригрозить... Ну, пригрозить это сомнительно. Но это путь, наверное, приключения. Давайте попробуем пригрозить. Мне интересно, что будет. Вы, прям в спину и смирив полицейского гордым взглядом, вы с достоинством произносите. Если вы не покажете, где держать лаки, я не буду вам помогать. Ты, кажется, не поняла. У меня есть все основания, чтобы тебя арестовать. Так сделайте это. Ну, тогда я и пальцем не пошевелю. И не буду ни за кем следить. Джефф хотел было что-то ответить, но промолчал. Ну, так что, мы едем или нет? Джефф не хочет соглашаться, но выбора у него нет. Ладно. Но договариваться будешь сама. И капитан выходит на улицу. Вы садитесь в его машину и направляетесь в питомник для животных. А он что у нас, лаки не чипированы? Как его могли отобрать, если это... По факту, собака, как бы это ни звучало, считается твоей собственностью. Я понимаю, что звучит ужасно, но по закону именно так. Если он чипирован, то у тебя его хрен кто отберет вообще. Только если он не причинил серьезные травмы. Серьезные травмы человеку. При входе вам в нос ударяет неприятный запах. Фу. Я всегда знал, что любители животных извращенцы. Это ты извращенец? Как можно быть таким симпатичным, быть таким говном? Вы проходите дальше и натыкаетесь на парня. Он моет чью-то клетку и не рад, что его отвлекли. Че надо? Здравствуйте. Вам сегодня привезли собаку. Велишкорги. Ну? Мы хотим ее забрать. Не положено. Почему? Она бросилась на человека. Рычит постоянно. Потому что в доморднике. Угу. Таких отправляют фермы охранять. Там любят агрессивных псов. Внутри все перевернулось. Можно хотя бы на нее посмотреть. Не положено. Я же говорил. Работник питомника не собирается нарушать правила. И тут вам в голову приходит мысль. Простите, а как вас зовут? Боб. Очень приятно, Боб. Выкрест собаку, рассказать душесчипательную историю. Вы сделали максимально жалостливое лицо. Боб. Собаку, которую вы сегодня привезли, мой лучший друг. Кроме нее у меня никого нет. На лице парня не отразилось никаких эмоций. Ему вообще чихать, мне кажется. Заведите нового. Слышь, ну это же не игрушка нового завести. Животное тебе... Это ответственность. Я хочу своего, Лаки. Извините, не положено. Вы еле сдерживаете слезы. Он спас меня от маньяка. Он понимает с полуслова. Вам лучше уйти. И парень вернулся к чистке клетки. Пойдем, ты сделала все, что могла. Я не уйду без Лаки. Должен быть способ его вызволить. Я вызову полицию. Это лишь... Джефф подходит к парню. Слушай, Боб. Нравится тебе эта работа? Нормас. А платит хорошо? А хочешь подзаработать? Ну... Отдай девушке собаку. А вместо нее на ферму отправь другую. Проверять не буду. Я обещаю. Не положено. Да ладно тебе. А что ты вдруг? Она заплатит сколько угодно. Серьезно? Джефф, а ты мне то ли помогаешь, то ли членовредительствуешь, чтобы вернуть эту шавку? Боб задумался. В его глазах борются сомнения и жадность. И побеждает. Ладно, по рукам. Только давайте быстро. Дать Бобу взятку и вернуть Лаки. Двадцать семь алмазов? Ю-ва-ю. Это все мои деньги, да? Мне не хватает на взятку. Блин, ну вы меня ставите в неловкое положение. Не хочу сейчас на это тратить. У меня нет денег на взятку. Я одалживать не буду. Жаль, деньги бы мне не помешали. Открой тебе секрет, парень. Они бы никому не помешали. Джефф берет вас за руку. Пойдем, уверен, твоему псу будь на фирме хорошо. Вы уже идете к выходу. Но Боб вас догоняет. Стойте! В сердце мелькнула надежда. Он знаком приглашает вас в другой конец помещения. Вы следуйте за ним. Что там? Одну секунду. Хотите свитшот с котиком? Это смешно по-твоему. Мы дарим посетителям свитшоты с плитами. И животных. Котики, енот, хотите? Джефф закатил глаза. Ты мне предлагаешь свитер с котиком? Свитшот! На вас тоже есть. И на девушку. Посмотрите. Он достает несколько довольно милых кофт. И предлагает вам. Я думаю, что пса можно будет забрать в любом случае. Мне почему-то так кажется. В любом случае мы сможем его вызволить. Свитшот с лапкой. Мой дизайн. Миленькая. Вы благодарите Боба за подарок и выходите на улицу. Слушай, только не говорите, что я больше не смогу вернуть с опса. Ну быть такого не может. У меня реально если нет алмазов, то что теперь? В этой игре не занимается вымогательством. Так что я надеюсь, что мне повезет. Сочувствую, что не удалось забрать в сад. Да тебя чихать, Джефф. Чего ты врешь-то мне? По щеке скатилась слеза. Мне будет трудно это пережить. Я помогу. Тебя ждет очень интересное задание. Оно отвлечет от грустных мыслей. Что-то неприятное прозвучало в голосе полицейского. Что еще вы хотите? Чтобы ты проследила за Тарина. Подождите, я надеюсь, я могу забрать пса-то потом. Я начинаю переживать уже. Ну, короче говоря, вот так вот мы с вами пока поиграли. Это немного смущает. И расстраивает меня. И печалит. Потому что я не знаю, могу ли я вернуть потом пса. Пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Можно без спойлеров, да, я надеюсь. Начало, конечно, как обычно. Все эпическое, как обычно эти... Детективы, полицейские. Все на меня... Как прям, я не знаю, зуб точат прям. Честное слово. Ну, подумай. Ну, как будто реально они прям на меня точат зуб. Что это вообще за... Дела-то такие. Не знаю, ребят. Все, пишите, пожалуйста, в комментариях, что думаете по поводу второго сезона. Вообще, что там вы проходили, если не спойлерите, естественно. Просто, в смысле, что там экшончика побольше. Или прям второй сезон круче, чем первый. В общем, жду от вас сообщений. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на Инстаграм. Там ссылочка есть вообще-то в описании. Там фотки выкладываю, сторис с ремонтом. Так что, если вам интересно, то, пожалуйста, не забывайте проверять. Скоро у меня там будет 10 тысяч подписчиков. И сможем мы с вами делать свайп, понимаешь? Ссылочка, свайп, свайп можем наконец-то будет делать в сторис. Но пока это невозможно, без вас не получится, к сожалению. Не забывайте подписываться на стрим-канал. Там мы проходим полноценные сюжетные игрушки в кошплее, понимаете? Ну и, конечно же, отдельное спасибо спонсорам канала. Ты тоже можешь оформлять спонсорскую подписочку. Если не хочешь, просто обязательно тыкай лайк и пиши комменты. Это повышает активность на ролике, что помогает ролику быть увиденным большим количеством людей. Вот так. Вот так. Всем спасибо большое за внимание. Всем пока. Увидимся в других видео. Субтитры сделал DimaTorzok